Очень многие вопросы начинают решаться помимо него. Вот знаете, как Сталин, когда уже был дряхлым, мнительным, подозрительным и все больше времени проводил в самозаточении на этой самой пресловутой ближней даче в Кунцево, очень многие вопросы стали обсуждаться втихаря, разумеется, под покровом тайны между его соратниками. И договорились они до того, что, может быть, даже вслух этого не произнося, но как-то донесли друг до друга, что вот если, не дай бог, с Иосифом Виссарионовичем что-нибудь случится, вот мы не побежим туда ему, его спасать, помогать. И действительно, эта версия имеет массу подтверждений, что Сталину дали умереть соратники, прежде всего Берия, который контролировал сталинскую охрану, которой была дана команда не беспокоить вождя, лежавшего, спит он на полу в луже мочи, в луже мочи спит, ну и пусть спит, раз ему так удобно. И вот в некотором смысле может начаться что-то подобное, я имею в виду, что Амешустина мне сюда подать, да? Амешустин занят, совещание проводит, да? А хочу Патрушеву, Патрушев у себя там в Совете Безопасности с Бортниковым совещание проводит. А где у нас Лавров? А Лавров там в зарубежной поездке. Вот как-то, понимаете, когда рычаги власти начнут выпадать из рук. Как вам такое? Такой сценарий тоже возможен. Все вот эти люди, которых вы назвали, они очень сильно проиграли от происходящего. И Путин их жизнь изменил совершенно не в ту сторону, в которую они собирались. Абсолютное большинство из текущих российских элит собирались жить в особняке на берегу озера Кома или где-нибудь во Франции или в Лондоне, и семьи свои там, как бы детей растить и все такое. И они совершенно не собирались вступать в войну с Западом или в какое-то такое противостояние. Путин их туда затянул помимо их воли. Поэтому, если у них будет какой-то инструмент это дело куда-то откатить, они, наверное, это сделают. Хотя, с другой стороны, там долгое время отбирались самые бесхребетные. Но даже самые бесхребетные все равно понимают какой-то свой интерес. Поэтому такой сценарий, как вы говорите, возможен. Не знаю, опять же, насколько он вероятен, как именно это все будет происходить. Но оно происходит по-разному. То есть бывает и так, и всякое. Он португальскому диктатору вообще газету персональную печатали, чтобы он не переживал долгое какое-то время после инсульта. То есть всякие сценарии могут быть. Продолжение следует... Продолжение следует...